приветствую вас на канале вау nails design в этом видео поделюсь полным процессом преображения данных ноготков относились они 5 недель один ноготок сломался как его наращиваю акригелем как прорисовываю френч плоской скошенной кистью а также простой весенний дизайн гель-лаками эти ноготки относились 5 недель покрытию крепления гель-лаком две коррекции относились они идеально хорошо но здесь вот сломался у нас указательный так как осталось на кончиках чуть-чуть гель от предыдущего мастера и сначала убираю длину снимаю на всех ноготках керамической фрезой кукурузка с красной насечкой на 20 25 тысяч оборотах сначала спиливаю цветной гель-лак чтобы не увидеть границу отросшего гель-лакой и не пилить лишний раз по натуральному ноготку а также оценить насколько предыдущий материал от предыдущего мастера хорошо ли он нет ли там от слоек но нет жесткий гель он стал отслаиваться от кончиков от своих ноготков и мне пришлось спилить его полностью только лишь кое-где оставили базу то есть мой материал он везде держался идеально который я выкладываю предыдущие две коррекции подпиливаю форму ноготков пилочкой отодвигаю кутикулу пушером аккуратненько алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 20 25 тысяч оборотах убираю птериги из-под кутикулы из пазух боковых валиков фреза у меня лежит на ноготке я на нее не давлю совершенно работу и щечкой фрезы и носиком периодически очищаю пыль чтобы не видеть хорошо ли я дочистила и зашлифовываю немножко кутикулы боковые валики переключаю на реверс и покажу на среднем пальчике правой руки самый заросший пальчик который у нас всегда покажу обработку в другую сторону в правую сторону аппарат переключила на реверс и те же самые движения делаю в правую сторону вычищаю из-под кутикулы и из пазух боковых валиков зашлифовываю сами боковые валики ноготки от природы очень тонкие тоньше листа бумаги и даже мягкие такие работаю с ними очень аккуратно перепилить совершенно нельзя отряхиваю пыль и кусачками для кутикулы убираю кутикулу без ворсовой салфеткой смоченной в обезжиривателя протирая все ноготки от пыли хорошенько своим ноготком как бы подлазя во все пазухи чтобы хорошенько вычистить пыль вот наш поломыш который мы будем восстанавливать пушером пододвигаю кутикулу хорошенько и промазываю все ноготки кислотным праймером уэми это nail prep и затем ультрабондом или он же без кислотный праймер ноготок который у нас поломан нам придется его нарастить промазываю базы для моделирования и просушиваю полминуты пока ноготок сушится я вырезаю форму под наш ноготок чтобы она хорошо подошла сгибаю немножко чтобы она подошла под изгиб нашего натурального ноготка и прикладываю примеряю все ли хорошо она идеально подходит чтобы нигде не было зазорчиков относительно пальчика смотрю чтобы она была ровно и меня все устраивает зажимаю ее снизу ровненько и буду выкладывать прозрачный акригель вот такой лопаточкой кисточкой в зону перехода натурального ноготка свободный край кисточкой для акригеля приминаю его расплющиваю эту каплю периодически смачиваю чтобы акригель не лип кисти периодически смачиваю кисть в жидкости для акригеля у меня салфеточка лежит намоченная хорошо прям мокрая и я обмакиваю кисть чтобы на ней не было много жидкости удобно мне об салфеточку ее промакивать и вот так вот расплющиваю мне очень понравилось единственный минус что я не могу кутикулы на нет сводить пока что а так мне очень понравилось у боковых валиков с боков можно вообще идеально форму выложить очень быстро и очень удобно разровняла и отправляю в лампу просушиваем одну минуту ноготок у нас уже хорошо высох и аккуратненько сжимаю сначала форму отлепляю и аккуратненько снимаю вот такой вот ноготочек у нас аккуратненький получился дальше базой от гель-лака каучук вы меня это достаточно густая полевская ставлю каплю потолще и затем ее растягиваю стягиваю по всему ноготку выравниваю в общем все как обычно при выравнивании гель-лаком переворачиваю чуть у меня затекло убираю пушером переворачиваю ноготок этот я еще потом попилю и ставлю сушить пока на 10 секунд вообще я переворачиваю заставляю вынать каждые 3 секунды и переворачиваю чтобы не было затеком и дальше этой же базы каучуковой выравниваю все ноготки укрепляю выравниваю промазываю сначала весь ноготок потом наставляю достаточно жирную каплю распределяю по ноготку если нужно выравниваю тонкой кисточкой ноготки очень тонкие я выравнивала базу и крепляла в два слоя потому что ноготки прям вообще тоньше листа бумаги поэтому базы я промазывала в два слоя выравнивала сначала объемный слой и второй слой проходил с уже тоненьким пока база у нас досушивается намешиваю краску для френча это у нас белый рафинан гель краска эми и белый гель лак в пропорциях 1 к 1 смешиваю и такой плоской кистью скошенной буду прорисовывать френч обезжириваю все ноготки пилочкой 100-180 грит опиливаю наш нарощенный ноготок придаю ему форму боковые направляющие и выравниваю его с боков в этот момент как раз если нужно где-то убираю какие-то косячки если где-то есть затеки или на других ноготках какие-то неровности затем протираю ноготки салфеточек смоченного безжирителя хорошенько от пыли своим ноготком как бы подлази и перекрываю камуфляжной базой такой я буду выравнивать даже немножечко и таким выравнивающим слоем сначала нанесла тонкий слой затем каплю и и распределяю сначала кисточкой гель-лака затем тонкой кисточкой до выравниваю довожу где нужно база такая бледно-розовая даже молочно-розовая с шиммером золотистым таким мелким название базы в описании под видео переворачиваю даю немножко стечь все идеально ровно ловлю ровный блик и засушиваю полминуты так я сделала на всех ноготках и теперь рисую френч рисую сначала по центру задаю как бы глубину ширину толщину френчи и затем прорисовываю усики и вот так вот свожу скругляю саму линию улыбки очень легко и свести и выровнять сначала центр затем усики и потом дорабатывают эти уголочки как бы скругляю соединяю усики с центром очень ровненько получается кистью очень легко главное не давить и вот такой идеальный ровный френч подсушиваю френч я вообще чередую первый слой я чередую рисую сначала на левый на правой руке по одному ноготочку а второй слой я уже рисую на всех ноготках но на всех четырех и засушиваю все сразу так получается быстрее как то ровнее и быстрее первый слой я рисую саму форму френча чтобы он был идеально ровный а вторым слоем уже дублирую и если где-то мелкие недочеты формы их до выравниваю и для плотности цвета уже второй слой прорисовала френч на всех ноготках все он идеально плотный ровненький вот такой вот френчик получился красивый яркий четкий ровненький и просушиваю 30 секунд затем для прорисовки тюльпанов нам понадобятся вот такие цвета название номера цветов в описании под видео плоской скошенной кисточкой белым гей-лаком делаю подмалевки наших тюльпанчиков каждый элемент цвета промежуточно просушиваю 5-10 секунд бледно-розовым закрашиваю наши тюльпанчики наши подмалевочки бледно-розовый получаю смешав белый и неоново-розовый подмешав чуть больше розового получается розовый уже поярче и рисую вот такие лепесточки подсушиваю несколько секунд уже другой кисточкой такой вот двоечка идеальный мазок от уэми все названия и ссылочки в описании под видео добавляю такую немножко малинового наш розовый и прорисовываю сердцевинки вот так немножечко растягиваю чтобы это были сердцевинки набираю топ на кисть и топом я размываю чтобы был плавный переход этого малинового я размываю этой же кистью топом затемняю немножечко низ наших тюльпанчиков низ лепесточков тоже подсушиваю несколько секунд затем ставлю белые точки тонкой кисточкой линеарной или любой тоненькой кисточкой или иголочкой ссылочки название в описании под видео подсушивайте белые точки они нам нужны чтобы проставить неоново-желтые чтобы их было видно на розовом смешиваю неоново-желтый с черным получается вот такой вот темно-зеленый на кончике у меня больше черного с другой стороны кисти у меня больше желтого ярко-неонового и получаются вот такие красивые интересные лепесточки прорисовываю вот так вот прижимаю и как бы отпускаю получаются такие листики просушиваю и этой же кистью плоской скошенные набираю белый гель-лак прям совсем немножечко и как бы высветляю делаю объем не наши лепесточки также просушиваю несколько секунд дает закрепиться гель-лаку беру гель-лак с блестками цвет название в описании под видео еще раз повторюсь оставляю и такие бирюзовенькие блестки гель-лак ввожу провожу по листочкам и уже хорошо просушиваю наш дизайн 30 секунд будет достаточно и затем перекрываю глянцевым топом без липкого слоя хорошенько перекрываю что нигде не было проблежья даже немножко выравниваю потому что когда рисуем гель-лаками все-таки имеет он какие-то выпуклости неровности вот идеальный блик у ноготка просушиваю 30 секунд я чередую ручки перекрываю сначала налево направо и по одному пальчику по одному ноготку и просушиваю достаточно там нескольких секунд закрепить топ чтобы он просто не пополз перекрываю каждый ноготок и затем уже все ноготки просушиваю одну минуту смотрю где если есть какие-то недочеты пилочкой слегка выравниваю какие-то может заусенчики бывает торчат блесточки могут торчать из нашего дизайна я на всех случаях подпиливаю убираю ну и на этом преображение наших ручек закончен у нас получился классический в то же время весенний нежный и сочный дизайн если вам понравилось и было полезным это видео не забывайте ставить лайки а также подписаться на мой канал чтобы не пропустить новые интересные видео а я очень рада обратной связи и вашим комментариям или пожеланиям и до новых встреч